Всем привет! Меня зовут Лена. Мы в Рязани. Едем на ТО. Пока стояли вот в пробке, муж говорит, что вон фонтан. А то я вечно тут забываю вам заснять. Красиво. Отдали машину на ТО, чуть погуляли, замерзли и зашли в столовую, которая на автовокзале. Вообще, смотрите, лахман, шурпа, люля-кебас, салатик, картошка с тефтерей. 600 рублей всего лишь отдали. Компотик. Давайте будем кушать. Приятного аппетита. Все покушали. Теперь самим надо отнести тарелочки, где грязная посуда. Идем забирать машину. Очень, кстати, вкусно. Мне понравилось. Устроил все. Что-то не видно. Делает вам не делает. Все. Отдали нам машинку с ТО. Также поменяли рычаг. Проверили тормоза. Вот рычаг пришлось заменить. И залили охлаждающую жидкость. Зашли в премьеру. Я получила две подвески. Потом покажу, какие. Взяли вьетнамский сок. В табло написано. На табло написано 99 рублей. Чек пробили 149. Тип, якобы в кассе поменяли. Цену. А на табло еще нет. Но, опять же, не моя вина. Правильно. Ну, по возврату ничего она не предложила. Кальмару столько. Один кусочек помидорки. Зачем там помидорки? Зачем там помидорки? Иду еще в магазин. 585-й голд. Соколов девушка не дала выбрать подвеску. А сама дала вот такую. Такая у меня уже есть. Да, она красивенькая. Вот так она выглядит. И зашли в Адамас. Получила такую подвеску. В виде птички. Такая птичка. Тут, кстати, такое широкое идет колечко, что можно даже одеть ее на браслетик. Он заказал литр. Забуду заснять, как называется. У него суп, а у меня какая-то там лапса. А он, ну что, говорит, я мороженое хотела заказать из Макдака. Я не видел эту лапсу, я ж только охренел. Лимонад прикольный. Тут 0,5-180 рублей, если не ошибаюсь. Хорошо, тут уксус, я так по запаху поняла. Аккуратно, чесногонный уксус и чесночок. Вот этот соус муж попробовал. Сказал, пипец острый, я не буду его добавлять. Да он острый. Я вот тоже капельку прям попробовала. Мне что до сих пор это горит все. А так вкусно, вроде, да, у тебя супчик-то. Поцепить, да? Ананас у него супер. Ну, что же хочется. Какой-то такой интересный вкус дает. Ладно, кушай, не отвлекаем. Ну, приятного аппетита. Это мужская порция. Ну, давай. Ладно, тоже надо кушать. И сарафан. Взяла померить. На манекене вообще прикольно смотрелся. Что-то какие-то парашюты. Может, здесь размер поменьше. Какая-то яркая Зина. Ну, не мой фасон. Мне муж подарил на 14 февраля вот такие духи. Я все на них смотрела. В первую очередь, естественно, привлек мое внимание. Такой флакончик ленточкой. Когда он уже привлек мое внимание, этот флакон, я уже ощутила аромат. Смотрела. Вот не помню. То ли в Литуаль, то ли в Ревгош мы заходили. И я вот понюхала. Мне понравилось. Что-то в нем есть. Коробка. Вот эта линия при вспышке. Она вот разными цветами переливается. В этом парфюме представлена смесь двух основных направлений. Это цветочного и фруктового. Верхние ноты этого парфюма. Черная смородина и груша. Сначала раскрываются сладкие с кислинкой смородина и груша. И выделяются нотки ириса и жасмина. Эти два цветка отличаются стойкостью и насыщенностью. Обычно цветочная категория рекомендована девушкам от 30 лет. Но из-за фруктовых ноток он также привлекателен и для молодежи. Этот аромат не очень сочетается с жарким летним днем. Его лучше наносить вечером, когда наступает прохлада. Или все-таки оставить больше для осени. Это обусловлено несовместимостью уличных цветов жасмин и ирис. Базовые ноты. В них есть почули. Вот я думаю, наверное, из-за этого они привлекли мое внимание. Потому что я сейчас пользуюсь духами, где базовые ноты тоже идет почули. И мне очень нравится этот аромат. Сейчас пользуюсь кинзом. Я его как-то показывала. Сейчас найти целая проблема. Поэтому сейчас ищу какие-то другие себе ароматы. Почули это восточная пряность, которая добывается из растения зелеными листьями и малопримечательными белыми цветками. На протяжении нескольких столетий его активно используют на Востоке и в Европе, а сейчас во всем мире. Он считается мощным афродизиаком. Поэтому его применение привлекает мужчин. Придает девушкам еще больше уверенности в себе и своей красоте. Кстати, дизайн упаковки переделывался неоднократно. Однако неизменным остался флакон с воздушной ленточкой. Еще у меня на заметке два парфюма. И давайте сейчас еще один аромат вам покажу. Мне его знакомая подарила этот парфюм. Вот что-то в нем есть. Сейчас покажу. Вот такой аромат мне знакомая подарила. Легендарный аромат в лимитированном дизайне. Креативный директор бренда Сесилия придумала конкурс. И победитель получил шанс стать дизайнером упаковки. Также конкурс был объявлен в России. И совместно с Эльтуаль, эксклюзивным риелтором аромата на территории нашей страны, в 2020 году все желающие могли отправить работу со своим дизайном флакона. И немножко об аромате. Древесный, притягательный, цветочный аромат. Верхние ноты жасмин, розовый перец, ноты сердца, каштан, ваниль, сливки. Базовые ноты сандал, кашмиран. Семья аромата восточная, группа аромата восточно-древесная. Тут его уже осталось совсем чуть-чуть. Флакончик уже такой поюзанный. Где-то вот тут немножко содрала. Но оно все уже там осталось прямо на донышке. Знаете, такой аромат, какой-то вот аромат кофе. Где-то нотка сигарет. Даже приоткрывая крышку, уже идет аромат. Мне его почему-то охота вдыхать и вдыхать, ощущать. На данный момент его не вижу в продажах, ни в каких магазинчиках. Задих и Вольтер. Фирма Essence. У меня флакон в объеме 50 мл. Вот такой вопрос, кто пользуется вот такой фирмой? В нашем городе очень много говорят о такой фирме. Они выпускаются все, я считаю, вот в таких флаконах. Но именно по номерам идет аромат. У меня вот такой. И по вкладышу, по рекламке получается якобы, что это аромат Шанель. Но не знаю. Да, у меня видите его чуть-чуть. Сейчас расскажу, почему и куда все-таки я его использовала хоть как-то. Если не ошибаюсь, такой парфюм где-то стоит 1800. И доходит до 200. Ну, не знаю, конечно, кому как. Но именно этот аромат, я не знаю. Мне кажется, Красная Москва и то более приятно будет пахнуть, чем вот этот аромат. Мне его подарила знакомая. Ей тоже якобы он не подошел. Попробуй, может тебе зайдет. Но не знаю, как, что так вот пахнет, что он на одежде. И от себя я так понимаю, что нет. Это не мой аромат. Я его использовала, брызгая в диффузор для дома. У меня закончился диффузор. И я парфюм этот теперь брызгаю на эти палочки ароматные. И поставила в туалете его. И вот так вот я его использовала. Осталось буквально чуть-чуть. Да, конечно, расхваливают эту фирму. Эссенс в настоящее время одна из наиболее динамично развивающих компаний в Европе. Была создана в Чешской Республике осенью 2011 года. Компания занимается производством косметики, биологически активных добавок, премиум класса и экологических чистящих средств для дома. Давно рубль бум не заходила. А это вот зашла, значит, с сестрой туда в магазин. Набрала прилично. Но что я вам хочу вот показать. Купила вот такой гранатовый сок. Хоть по составу пишут. Вот сок гранатовый, сахар. Но когда я его начала пить, мне вообще показалось, что я пью просто обычный яблочный сок. Когда охладила, да, там какая-то вот чуть такая нотка граната все-таки ощутима. Брала по акции 78 рублей 50 копеек за 2 литра. Открывается очень трудно. И плюс еще вот тут отошло. И отсюда вот соку капает, когда вы пьете. Взяла вот такой чай по 78 рублей. Смесь черного и зеленого чая. Малина-облепиха. Меня заинтересовала облепиха. Сделан чай в таких вот пирамидках. Но даже сейчас я открываю. Идет запах малины. И когда завариваете, тоже в большую часть пахнет малиной. Облепиху я не ощутила. В этом чае только малина. Мясневый пунш, медовый имбирь даже есть. Так вкусный. Но облепиху вы тут не найдете. Взяла первый раз вот такие прокладки. Ультра тонкие. Без аромата. Но были еще аромат пионы. Морской бриз. Свежесть. Вот что-то из этого. Сейчас вот даже покажу. И чтобы самой потом не забыть. Эти 90 рублей за 20 штук. И вот такая вкусняшка. Мне очень понравился. Цена 90 рублей. Протертая сахаром фихуа. И правда, знаете, вот просто свежие ягоды фихуа протерли, размяли и сахар добавили. Вот просто очень вкусно. Вот кто любит фихуа без ГМО. Очень вкусно, вкусно, вкусно. Он такого даже цвета, естественно, салатового. То есть тут даже кусочки есть. И ернышки. Очень советую попробовать. Очень вкусный. Махеев можете, конечно, на фикс-прайсе по акции, если найти рублей за 70. Но фихуа я там не видела. А так вот мой чек. Вот напиток ежедневный. А зубная паста вот 100 миллилитров. То есть большой тюбик за 100 рублей взяла прополис. Я взяла прополис из-за того, что я подумала, что это елевая зубная паста. Как вот бывает новый жемчих. У них зеленый яблоко. Эта зубная паста мне очень нравилась. Но сейчас ее не могу найти. Я почему-то подумала, что прополис тоже из этой серии. Вот и зубную щетку взяла по акции. За 30 рублей, представляете? Их там было буквально 3 штуки. Я вот одну взяла мужу. Ну, обычная. Вот такая закупка с магазина Рубль Бум. В магазине 585 ГОЛД, именно ГОЛД, по промокоду я получила вот такие сережечки. Вообще подарки, конечно, там классные. Что я в тот раз получила? Подвеску сразу с цепочкой. То есть полноценное уже украшение. Можно надеть и носить. Не надо никакую цепочку еще за 500 рублей покупать. Как это предлагают Соколов или Санлайт. Вот они вот так вот в пакетике были. И вот такие классные сверкающие гвоздики. Классный подарок. Даже ей не стыдно передарить их. И сейчас покажу, какие очки мне муж купил. В премьере город Рязань на втором этаже солнцезащитные очки. Мне муж предложил в премьере посмотреть очки. Вот знаете, если вот за сумку я готова выложить денежку кругленькую, да? А очки это вещь, на которую у меня деньги жалко. В плане того, что я себе дорогие солнцезащитные очки никогда не покупала. Всегда брала из дешевых вариантов. Потому что это такая вещь, которую я могу бросить в сумку. Не боясь то, что она поцарапается. Потому что они недорогие. Ну да, все равно мне как-то они хранятся дольше. Одним, наверное, 3-4 года. А другим, может быть, ну где-то, может, тоже. Так вот даже чуть ли может и 5 лет. Если так задуматься, да, я в них хорошо и долго проходила. И на юг ездили, и бросала и в сумки, и на работе вечно забывала. Они у меня там и падали. Ну ладно. Но муж уговорил купить у меня очки. Мы долго мерили. Если на первом этаже в премьере там цены такие были, что я там очки за 5 тысяч мерила. Хотя продавщица сказала, что там скидка 35%. Все равно я не готова 4 косаря выложить из винти за очки. Причем и там мы сколько мерили, мне ни одни не подошли, не понравились. Как-то все не то. На втором этаже мы подошли. Во-первых, и продавщица такая начала мне предлагать именно те формы очков, которые более-менее подходили. Но там расцветка такая, там синяя оправа. Очень синючая такая. Мне не понравилось. Хотя форма очков вообще классная. Но, честно, не взяла из-за того, что они синего цвета. И вот эти очки, я их, наверное, раз 5 мерила, прежде чем все-таки купить. Давайте я вам их покажу. Наконец-то. Я их даже вот не одевала, только в машине как достала. Еще раз посмотрела, померила. Но я думаю, что в машине их одевать. Тем более, все равно я в машине уснула потом. Вот такие вот очки. Продавщица их протерла. И упаковала в пакетик. И вот в такой фирменный пакет. Я вижу, там еще она даже чек положила. Вот такая тут оправа. Да, они большие. На камере у вас они почему-то розового цвета. А они на самом деле каким-то желтым цветом отдают. Не знаю, может как-то на солнце они еще меняют линзу. Хотела вот именно, чтобы были большие. Чтобы закрывало больше лицо. Загорать мне противопоказано. Особенно лицо. Потому что тут же появляются пигментные пятна. И я вот превращаюсь в такого долматинца. От каких-то, да, получается все-таки избавиться. От каких-то нет. Вот такие очки вообще. Мне они очень понравились. Фирма. Как-нибудь, я думаю, вы на мне их увидите. Вот такой подарок от мужа. Ну, честно, за такую цену я бы, наверное, если была бы одна в магазине, я не купила бы. Мне я бы пожалела бы просто деньги. Ну, допустим, если мужу я уже привыкла, что мы покупаем ему очки только полароид. В том году на Юге нашли их. Прям хорошо акция была. Потому что мы были на Юге где-то сентябрь, конец. И нам их отдали с хорошей скидкой. Вот так они выглядят очки без вспышки. И большой выбор женских очков. Так что, если кто, город Рязань, премьер, второй этаж. Такой маленький отделчик. Вот эта, кстати, коллекция, она сказала, этого года. Ну, понравились, понравились, да. Все, вот такая покупочка. Спасибо большое мужу, что уговорил на очки все-таки в такую цену. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok